Когда мы концентрируемся на созвездии Голубя, управление реализуется с точки зрения, что в коллективном сознании Голубь это символ мира. Когда мы концентрируемся на звезды Голубь, управление реализируется с точки зрения, что в коллективном сознании Голубь это символ мира, так естественно, все люди так воспринимают, никто не воспринимает. И вот мы на эту позицию, на этот элемент в коллективном сознании, в своем управлении делаем опору. Мы начинаем рассматривать элементы растительности, которые Голубь несет в руке. И видим, что... Вот рассматриваем всего Голубя как элемент коллективного сознания, как символ мира. Вот мы рассматриваем Голубь, это все коллективное сознание, понятно, да, Юль? Но именно та часть в коллективном сознании, которая соответствует миру, миролюбию. И видим, что Голубь летит, да, коллективное сознание, Земля движется в космическом пространстве, да, Юль? И что-то несет в себе, вот веточку мира, да? Вот коллективное сознание, оно всегда как-то рассматривало внешний космос, всегда его изучает, как-то с ним взаимодействует. Коллективное сознание, оно всегда действует. Вот это стремление к внешнему космосу, бесконечному миру, мы очень четко в коллективном сознании, оно существует. Мы рассматриваем Голубь, да, человечество во внешнюю реальность, во внешний космос. Но именно та часть, мы не забываем, именно та часть коллективного сознания, которая несет миролюбие во внешний космос, не та, которая хочет приватизировать там Землю на Луне или там на другой планете, например, да, а наоборот несет свободу, мир, вечную жизнь во внешний космос. Aber мы думаем, в том, что мы в том, что на тот момент, что мы надумаем, мы видим, что нас 내일 во второе, в истрее, в горе, в истрое, в телassанhof, в herkes с членом, в то, что приватизирует. Мы смотрим на то движение коллективного сознания во внешний космос, которое обеспечивает всем живым существам бесконечную свободу. Бесконечное гармоничное взаимодействие с отдаленными мирами, с цивилизациями. И это необычное гармоническое взаимодействие с далеко необычными мирами и цивилизациями. Или с приближенными, но которые и выйдут к нам на контакт только когда мы им ветку мира принесем. Когда они увидят, что мы настолько развиты, между собой перестали воевать. И не несем мы эту агрессию во внешний мир, а несем миролюбие. И мы видим, что именно такое коллективное осознание, как оно влияет на внешний мир, внешнее пространство внешнего космоса. Оно его озаряет любовью, добротой вечной жизнью, раскрывает бесконечные миры, бесконечное очень миролюбивое взаимодействие. И мы видим, что такое коллективное осознание, как и все это влияет на внешний мир, и это влияет на внешний мир. И мы видим, что и внешнее пространство, внешнее Вселенное, внешнее космическое пространство, вот как птица летит от любви, импульс, коллективное осознание, импульс любви люди генерируют, и это идет во внешнее пространство, и в ответ на эту любовь к нам идет любовь от внешнего космоса. Вот такими импульсами. И мы видим, как мы видим, как человек это коллективное осознание, который создает любовь к импульсу любви, и к импульсу любви, и к импульсу любви. Спасибо. Спасибо. Спасибо.